Александр Васильевич, с победой вас и, пожалуйста, послематчевый комментарий. Если не смотреть на счет, то достаточно сложная для нас сложилась игра. Команда «Армавер» достаточно такая пусача, бьется до конца. В целом мы с ними справились, но все равно были несколько тревожных минут, когда в какой-то момент они перехватили инициативу. Для нас очень было важно, помимо того, чтобы победить, сыграть на нор. В этом сезоне, к сожалению, мы еще не играли, но, надеюсь, с этой игры будем более чаще играть на нор. Поэтому «Армаверу» хочется пожелать удачи. Я думаю, победы пройдут. Главное, кто настроит то желание, которое у них есть. Дальше она пройдет. Победа. Вопрос есть? Тогда, если позволите, я вопрос задам. Александр Васильевич, у вас на протяжении нескольких первых туров, получается, большинство матчей были тоже выездными, как у нас, правда, не так далеко. И как раз-таки победы вам удается даже мячей больше забивать на выезде. Как думаете, почему такая тенденция? Ну, думаю, в основном нам приходится больше атаковать, больше раскрываться. Соответственно, сломать в позиционной атаке достаточно тяжелую оборону соперника. А здесь понятно, что большинство команд играет при своих болельщиках, стараются атаковать. И у нас, соответственно, появляется больше свободных зон. Поэтому, наверное, в этом и кроется тот результат и тех забитых мячей, которые мы забиваем. И у нас лучше получается именно на выезде, чем потом. Но я надеюсь, что это такая тенденция тоже переломим. Мы на правильном пути. Главное, есть моменты. Главное, есть игра. Но то, что касается реализации, мы будем представлять этот момент. Дальше посмотрим. Ну, и еще один вопрос. Какие у вас впечатления остались от Армагира? Наверное, не только от города. Да, и от города, и от стадиона. И сейчас Петличик закончат батарейки менять. Тогда можно будет отвечать. Я не пойму, почему там без батарейки, почему все ошибки. То, что касается города Армагира, так особо я бы не видел. Но достаточно то, что удалось посмотреть из окна автобуса. Хороший, уютный, спокойный город. Очень приятно, что здесь есть достаточно хороший стадион. Современно с хорошим покрытием. Ну, и главное то, что ходит народ, переживает за свою команду. Даже независимо от результата, они горячо поддерживают. Поэтому вам удачи в следующих играх. Спасибо большое. Спасибо. Главный тренер футбольного клуба Армагира Арсен Борисович. Арсен Борисович, после матча комментарий, пожалуйста. Ну, результат говорит сам за себя. Могли еще крупнее проиграть. К сожалению, не справились с теми задачами, которые ставили на матч с тем планом на игру. Потому что мы в последнее время многое пропускаем. Решили сыграть сегодня в три защитника. Но, тем не менее, я все равно считаю, что схема не виновата. Там были индивидуальные ошибки, которые мы разбирали, которые мы показывали. Просто в каких-то моментах, именно при пропущенных голах, отсутствие концентрации. Первый гол, там, футболист вошел в штрафную площадь. Никто его не встретил, он пробил. Такой удар ближний угол был не опасный. Тем не менее, гол. Второй гол, то же самое. Следствие нелепой ошибки, сброс из-под гор. Человек зашел в штрафную и забил. Что касается нашей игры, ну, в атаке мало что получалось. Потому что фланги не работали, к сожалению. Толиков у нас в лучшем состоянии сегодня был. Потому что после травмы играл. Безлихот нас тоже еще видно. Остаточное явление после кубковой игры. Ну, в целом, не было свежести такой. Не хватило нам этих четырех дней. Не хватило скамейки, чтобы посвежить игру. К сожалению, мы уступили в скорости, в единоборствах. И, в целом, такая картина получилась, что соперник имел преимущество. Потому что мы не успевали нигде за соперника. Соперник был быстрее, агрессивнее. Поэтому преимущество, к сожалению, не было. Не имели мы никакого, как обычно, в ромашних играх. При отрицательном результате мы имеем хотя бы территориальное преимущество. Здесь мы даже не имели и такого вот именно игрового преимущества. Даже по владению ничем. Поэтому эта игра была просто безопасна. И по счету, и по содержанию. Спасибо.